Ивановский мост отныне закрыт для проезда грузового транспорта до конца 2021 года. Путепровод был построен в 1967 году и с тех пор серьезных ремонтных работ на нем не проводили. Дорожники сообщали, что объект нуждается в капремонте еще в 2004 году. С тех пор на мосту несколько раз подлатали асфальт и поменяли дорожную разметку. Но глобальных проблем объекта это, конечно же, не решило. С 1 февраля здесь запрещен проезд крупногабаритного транспорта и фур с грузом до 20 тонн. Однако дальнобойщикам дорожные знаки, установленные на въездах к мосту, не помеха. Все едут, как и раньше. До конца 2021 года путепровод обещают отремонтировать. В городском управлении дорожного хозяйства отметили, что опоры, балки, ригели находятся в неудовлетворительном состоянии. Откалывается бетон, армокаркасы покрывает ржавчина. Чтобы устранить эти недостатки, 3 февраля на сессии Горсовета планируют выделить 9 миллионов гривен на проект реконструкции Ивановского моста. Мы на сессии, которая состоится завтра, выделим 9 миллионов гривен на создание проекта реконструкции. То есть в начале проекта, то есть работа это минимум через несколько месяцев начнется. Но пока из-за того, что мост находится практически в аварийном состоянии, по нему запрещают проезд большегрузного транспорта и автобусов больших. Только после того, как проект реконструкции будет готов, станет известна окончательная сумма, которая нужна на ремонт Ивановского моста и сам порядок проведения работ. Знаменитый путепровод представляет собой пролетную конструкцию, которая соединяет Черемушки с промышленными районами Одессы. Через мост проходит одна из основных дорог на промрынок 7-й километр и в Одесский аэропорт. Город планирует предусмотреть систему дорожной развязки на период реконструкции. Мэрия прорабатывает пути, как им объезжать, ведут переговоры с железной дорогой, чтобы сделать временный железнодорожный переезд под мостом. Там он когда-то очень давно был еще до строительства моста и вот они хотят сейчас его восстановить. Автомобилисты говорят, что Ивановский мост сегодня важный объект инфраструктуры города. В среднем в часы пик по мосту проезжает от 4 до 5 тысяч автомобилей в час, что ставит его вровень с самыми загруженными трассами Одессы, Николаевской и Люздорфской дорогами, улицами Балковской и Столбовой. Во всем городе. У нас дороги расставились нашим первым снегом. И так каждый год. И куда смотрит наш мэр и наша власть, это печалька. Вы по Ивановскому мосту каждый день ездите или нет? Ну в день раз 20 могу проехать. В день раз 20. Вот что будет, когда его закроют на капитальный ремонт? Что будет? Страшно себе представить вообще, что будет и куда мы будем ездить. Я думаю, что у нас пробка будет тянуться где-то в районе, вот от Аведиополя где-то, это километров 40 будет. Как ездите по Ивановскому мосту? Комфортно или не сильно сейчас? Не сильно. Во-первых, каждый год латают эти дыры, пробивают. Ну короче, тут капитальный ремонт обязательно нужно делать. Потому что это сделано так. Ну как у нас обычно делают вот эти ремонты, ямковые, так же. Что надо, то надо. Состояние Ивановского моста очень ужасное. Передвигаясь по нему регулярно, то есть на работу, с работы постоянно, по несколько раз на день, фуры убивают дорогу очень сильно. Ивановский мост убит годами и никто годами его не делает. Ямы проехать невозможно. Мост сыпется. От властей помощи никакой нет. Город не помогает. Городу мост не нужен. В городском управлении дорожного хозяйства говорят, что уже началось обследование технического состояния моста. Оно продлится примерно две недели, после чего будут ясны дальнейшие действия. Есть большая вероятность, что движение по этому пути проводу будет вообще остановлено. Готовимся к новым пробкам. Есть большая вероятность, что вообще будет остановлено движение по этому пути проводу. Есть такая вероятность. Если комиссия выдаст звук, что он в аварийном состоянии и находится в пятой категории, тогда придется движение полностью, как на мосту Коцебул, когда перекрывали, так и на нем. Потому что это здоровье и жизнь людей.